Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Взлет Беркута. Новый плейлист. Введение». Статья написана во вторник, 28 ноября 2023 года. Итак, начинаю. Начинаю я со следующего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ваши донаты – гарантия моего ответа на любой ваш вопрос. Для тех, кто нуждается в моих услугах, ссылка под каждым видео. Также буду признателен, если поддержите канал Меру Своих Возможностей. А теперь по теме. Я тут был и начал писать статью по поводу того, что бетон, из которого изготовлена стена безразличия и враждебности к моим идеям, настолько прочен, что не вижу никаких шансов его разрушить. Но пусть хоть вся вселенная мне будет говорить о том, что твои потуги бесполезны, я все равно буду искать пути разрушить эту стену. Последние дни снова. Уже в который раз сделал очередную попытку найти издательство. Найти футбольный онлайн-ресурс. Найти хоть кого-то, кто решил бы опубликовать мою книгу «Взлет Беркута». Поглавно. Целиком я уже и не мечтаю. Но эта моя очередная попытка закончилась так, как и все до нее. Никак. Возможно, эта книга так плоха, что ее никто не хочет опубликовывать. Да, такое бывает. Но как быть с теми, пусть немногочисленными болельщиками и специалистами, которые эту книгу читали, и которые отзывались о ней в превосходных степенях? И тогда ко мне пришла простая мысль. Если я не могу растиражировать свои идеи с помощью опубликования этого романа на различных ресурсах, то попытаюсь растиражировать их с помощью собственного YouTube-канала. Другими словами, я открываю новый плейлист, где буду выкладывать содержание книги по одной-две главы. Уверен, что такой способ донесения моих идей до людей, которые не безразличны к судьбам футбола, намного эффективнее, нежели сотни и тысячи моих роликов. С помощью этой книги я даю возможность каждому тренеру, как говорится, руками пощупать триумф. Понять, что самая крутая мечта в футболе абсолютно реальна и достижима. Уже на днях начну опубликование содержания книги. Кота за хвост ей тянуть не буду. Кто знает, может быть, содержание книги дойдет до тех, кого это содержание заинтересует, как тема для реализации мегапроектов. Книгу в платном варианте я оставлю. Возможно, кто-то захочет ее иметь в цельном текстовом варианте, а кому-то захочется заплатить за книгу в качестве помощи каналу. Озвученное введение к этой книге ожидайте в ближайшие дни. А впрочем, зачем ждать? Начну озвучку книги прямо сейчас. Итак, начинаю. Книга называется «Взлет Беркута». Эпиграф. Создание человека творцом по образу и подобию своему не должно пониматься как схожесть внешних данных творения и творца. Это вложение Всевышним в свое творение неудержимого творческого начала. Содержание. Содержание у нас 41 глава. Начиная с введения. Или от автора. Не поверю, пока не увижу своими глазами. Вам знакома эта фраза? Она уместна тогда, когда ее автор не дружит с логикой, или тогда, когда он уважает логику, но является патологическим перестраховщиком и консерватором. Логика. Логика. Ее могущество кажется очевидным. Но, оказывается, есть то, что не признает и не видит этого могущества. Это мыслеформа, озвученная фразой «Как бы чего не вышло». Статус-кво – это смертельный враг всего нового, всего того, что не кланяется общепризнанности. В этой книге вы узнаете, как противостояние старого и нового может закончиться в пользу последнего. Повседневно и повсеместно мы сталкиваемся с научной, научно-популярной, методической и художественной литературой. История, с которой вы познакомитесь, – это своеобразный микс перечисленных литературных жанров. Это рассказ о том, чего можно добиться, если веришь в свою звезду, если не опускаешь руки даже тогда, когда со всех сторон слышишь слово «невозможно». Это рассказ о том, как один человек, вопреки всему и вся, создал команду, которая… Впрочем, не хочу убивать интригу содержания книги. Кто-то может спросить, прочитав эту книгу, «Когда произошла эта история? Может быть, мы что-то пропустили?» Нет, ничего вы не пропустили. Такая история возможна и невозможна одновременно. Почему? Когда ознакомитесь с содержанием книги, то поймете почему. Я предлагаю к прочтению потенциально реальную историю. Что же касается ее невозможности, то на это оказывает решающее влияние консерватизм современной футбольной науки и практики в лице высших футбольных чиновников и специалистов. Да, эта история нигде не случилась. Это правда. Но она настолько реальна во всех своих проявлениях, что остается удивляться, почему никто не реализовал описанное в этой книге. «Может ли предлагаемый к ознакомлению сюжет произойти через несколько лет?» Спросите вы. Да, может. Может подобное стать реальностью через 10 лет. Может через 50. А может через 100 лет. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. У этой истории нет стартовой даты, так как она может произойти в любой момент. Один из выдающихся тренеров современности как-то сказал, что в футболе уже ничего нового придумать нельзя. В этой книге вас, уважаемый читатель, ожидает целый вагон и маленькая тележка новизны. Той информации, которая неведома подавляющему большинству футбольных специалистов. Эта футбольная история – чистый вымысел, как и все ее герои. Но технология создания команды, о которой пойдет речь, это не банальный вымысел, а реальная вещь, которую никто не смог опровергнуть из реальных футбольных спецов топ-уровня за последние 20 лет. Впрочем, не имеет смысла тянуть кота за хвост. Не вижу причин лить воду на мельницу пустословия. Хочу верить в то, что содержание книги не только доставит вам удовольствие, но и заставит задуматься. И, возможно, не только задуматься, но и закатать рукава, если вы футбольный тренер или намереваетесь им стать. Приятного чтения. У меня все. Пока. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и неожиданного. Продолжение следует.